Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! Вы разрешите представить доклад на тему «Экзогенный оксид азот как средство для снижения риска развития побочных эффектов и осложнения искусственного и вспомогательного кровообращения». Несмотря на постоянный поиск путей улучшения таких технологий, как искусственное кровообращение и КМО, эти технологии нельзя назвать в полной мере физиологичными, поскольку они обладают рядом неблагоприятных побочных эффектов. К подобным эффектам относятся разрушение эритроцитов под воздействием работы насосов в освобождении в плазму свободного гемоглобина чрезвычайно токсичного соединения. Исследования показывают, что в 90% операций с использованием искусственного кровообращения происходит повышение уровня свободного гемоглобина. В 34% операций развивается тяжелый гемолис с повышением уровня свободного гемоглобина выше 1 грамма на литр. Также гемолис характерен и для вспомогательного кровообращения по типу ЭКМО. Известно, что свободный гемоглобин обладает рядом неблагоприятных воздействий, способных вызывать органные дисфункции. В частности, имеются сведения о том, что свободный гемоглобин является одним из основных факторов, приводящих к остовому почечному повреждению при кардиохирургических операциях с использованием искусственного кровообращения. Также во время искусственного кровообращения происходит активация тромбоцитов вследствие взаимодействия крови с чужеродными объектами. И, как следствие, происходит тромбообразование на поверхности оксигенатора, запуск системной воспалительной реакции и с развитием кологлопатии в том числе. Кроме того, еще одним побочным эффектом искусственного кровообращения является газовая микроэмболия, которая является доказанным фактором риска отрицательных клинических исходов после операции на сердце. В последние годы активно исследуются органопротективные эффекты оксида азота, подаваемого в оксигенатор искусственного кровообращения и ЭКМО. Многие экспериментальные клинические исследования уже показали кардиопротективные и нефропротективные эффекты данной методики. Мы также в нашем центре, в нашем экспериментальном исследовании показали нефропротективные и обнаружили гепатопротективные эффекты данной методики. По нашему мнению, данные результаты могут быть связаны с воздействием оксида азота на побочные эффекты искусственного кровообращения. В частности, на гемолиз. Имеются сведения о том, что оксид азота может окислять свободный оксигемоглобин, переводя его в метгемоглобин, который является в свободном виде менее токсичным метаболитом. Таким образом, подача в контуры этого газа может снизить уровень свободного гемоглобина и предотвратить неблагоприятные последствия. Кроме того, оксид азота известен тем, что нарушает агрегацию тромбоцитов, что может потенциально снизить образование на поверхности оксигенаторов тромбов с дальнейшими вытекающими. Кроме того, остается открытым вопрос влияния оксида азота на микроэмболию. Для оксида азота характерна меньшая растворимость в крови и в воде, что поэтому могут быть неблагоприятные эффекты, и это должно быть исследовано, по нашему мнению. Целью нашего исследования является изучение влияния оксида азота на побочные эффекты искусственного кровообращения и ЭКМО. В исследовании было включено 18 животных. 10 животных были андомизированы на 2 группы по 5 в каждой, которые были подвержены процедуре 4-часового искусственного кровообращения за дальнейшим наблюдением в течение 12 часов. Во второй группе 8 животных были андомизированы на 2 группы, и им была выполнена процедура ЭКМО, венотериального центрального доступа, которая продолжалась в течение 16 часов. В основных группах оксид азота подавался в оксигенатор в дозе 100 ppm, в контрольных группах оксид азота не добавлялся. Изучали влияние на гемолиз, на микроэмболию и тромбообразование на поверхности полых волокон мембраны оксигенатора. На предыдущем этапе работ мы выяснили, что свиньи, животные, которые участвовали в эксперименте, слабо подвержены гемолизу, что продиктовало необходимость выполнения модели осматического гемолиза и индукции гемолиза. Исследование подразумевало введение 4 грамм свободного гемоглобина полученного в модели осматического гемолиза через 60 минут после начала искусственного кровообращения. Далее мониторировался уровень свободного гемоглобина в точках исходно перед индукцией гемолиза через 15 минут, после индукции гемолиза, далее каждые 30 минут в течение 5 часов. В эксперименте с ЭКМО индукция гемолиза проводилась через час после начала процедуры. Точки были тоже исходно перед индукцией гемолиза, через 15 минут и далее в течение 5 часов. Через 8 часов мы повторяли индукцию гемолиза с дальнейшим наблюдением, что позволило нам увеличить количество изучаемых случаев. При оценке динамики свободного гемоглобина в экспериментах с искусственным кровообращением была обнаружена четкая тенденция к более быстрой элиминации свободного гемоглобина в группе с применением оксида азота. Эта тенденция наблюдалась в течение 3 часов, причем в точке 60 минут эта разница была статистически значимой. При оценке площади под кривой динамики свободного гемоглобина за 300 минут был обнаружен более меньший показатель в группе применения оксида азота, однако статистической значимости обнаружено не было. Динамика содержания свободного гемоглобина во время проведения ЭКМО получила такую же тенденцию и даже более выраженную. Свободный гемоглобин более быстро снижался в группе с применением оксида азота, и такая тенденция наблюдалась в течение 3,5 часов, причем практически во всех точках имела статистическую разницу. При сравнении площади под кривой динамики свободного гемоглобина также в группе оксида отмечался статистически значимой меньший показатель. Для оценки влияния оксида азота на тромбообразование на поверхности полых волокон-мебрана оксигенатора было исследовано 8 оксигенаторов, была проведена сканирующая электронная микроскопия, контрольную группу представляли два полипропиленовых оксигенатора и два полиметилпентеновых оксигенатора. Основную группу также представляли два полиметилпентеновых, два полипропиленовых оксигенатора. Снимки были подвержены математическому анализу, исследовали количество отложений фибрина на каждой фотографии с дальнейшим расчетом медиана числа отложений для каждой группы, а также производился с помощью программного обеспечения анализ площади отложений для каждой фотографии и с дальнейшим оценкой медианы отложений для каждой группы. При математическом анализе мы не обнаружили статистической значимости в количестве отложений на одной микрофотографии между группами, однако площадь отложений была значимо меньше в группе, где применялся оксид азота. На слайдах представлены фотографии. Слева основная группа с применением оксида азота, справа контрольная группа с увеличением 50, с увеличением 500. При влиянии оксида азота на тромбовызывание на поверхности полых волокон мембраны полиметилпентенового оксигенатора также не было обнаружено статистической разницы в количестве отложений на одной микрофотографии, однако также площадь отложений на поверхности оксигенатора, в которых добавлялся оксид азота, была практически в 7 раз меньше, чем в контрольной группе. Также представлены микрофотографии оксигенаторов. Кроме того, исследование подразумевало влияние оксида азота на микроэмболию. Для оценки учета микроэмболов использовали монитор Bubble Counter 200, мониторировали пузырьки менее 500 микрометров, оценивали до и после оксигенатора в течение 60 минут, исследовали количество микропузырьков, объем микропузырьков, также учитывались различные индексы, характеризующие микроэмболию. При оценке было выявлено, что количество микропузырьков на артериальной магистрали было меньше в группе, где подавался оксид азота, причем значимо меньше в медианах практически в 45 раз. Кроме того, объем микропузырьков тоже был значимо меньше в 23 раза. Также отмечалась тенденция к более высокому индексу безопасности в группе оксида азота, индексу снижения объема микроэмболов и индексу фильтрации. Статистически значимо выше был индекс снижения числа микроэмболов. Таким образом, у меня остается 5 секунд, заключение на экране. Оксид азота снижает содержание свободного гемоглобина, снижает тромбообразование на поверхности оксигенаторов, снижает количество и объем газовых микроэмболов. Спасибо большое.